Доброго времени суток, друзья! Сегодня я хотела бы рассказать о легком и малозатратном заработке в ARCHI версии 4.0. И, наверное, очень многие люди, которые только начинают играть в игру, которые разобрались с различными механиками игры, спрашивают других игроков, чем лучше заняться, какое дело прибыльнее, хорошо ли возить паки, а как их возить. Но это все слишком сложно для начинающего игрока. И лучше использовать самый распространенный метод заработка – это рудокопство. Почему? Потому что рудокопство, оно, в принципе, оно не затратное дело. Единственное, конечно, почему оно не затратное, но востребованное, это потому что, во-первых, руду копать требует очков работы. Если вы, получается, игрок без премиум подписки, к этому, конечно, мы чуть позже вернемся, то вам это будет делать сложнее. Почему же востребовано? Потому что железо, камень, медь, золото, оно нужно всегда, любые вещи крафта. Также вот скоро намечается 4.5, где выходит ARCHI сервер Legacy, то есть тот сервер, который был на момент ОБТ, который вот, вот игра только начинает выходить на, получается, на русском рынке, видеоигр, и там все было совершенно по-иному. Да, конечно, обновления будут выходить, но заработок на рудокопстве, я уверена, на новом сервере будет одним из самых требовательных и высокооплачиваемых. Так что же нам потребуется для того, чтобы зарабатывать голду или копать, как уж тут по-разному называете. Первое это, что нам потребуется, это для многих это несущественно, для многих существенно, это премиум подписка. Стоит она 300 рублей, ну, то есть 300 рублей в месяц, это не такие большие деньги, как по сравнению с другими видеоиграми, тем же ВОБОМ. Там за игру платишь за премиум подписку. Так что тут спокойно можно покупать за 300. На момент записи видео все очень легко. Покупайте набор за 400, вам там дадут еще Биплан и Векселя, то есть очень даже хорошо для начинающего игрока. Также второе, что нам надо, это персонаж 30 уровня. Почему именно 30? Ну, потому что до этого все-таки рекомендую вам немного покачаться. Так вам будет лучше. В принципе, можно и раньше, но как вы с игрой не разобрались, а уже лезете зарабатывать голду. Хотя бы до 30 уровня, но прокачайтесь. Также нужно еще свободное время. Тут уж по-разному, кому-то из-за час кто-то успевает, кто-то из-за ты. Все зависит от того, сколько людей находится на споте. То есть я вам покажу. Конкретно в моем случае людей может быть утром и мало, и много. То есть тут как повезет. Я играю за запад, и в западе это западный карьер, который находится в земле говорящих камней. Там спокойно. В принципе, день можно накопать. Тысяча... Ну, в принципе, вам не будут мешать сильно. Да, есть люди, у которых профессия прокачана, и они копают очень быстро, и чаще всего они у вас забирают ваши ресурсы. Я вам не рекомендую отдавать их и все-таки бороться до них до последнего. Ну, я либо попросил человека, то, что вот вы новичок, и дайте ему... Дайте возможность заработать. Думаю, он вас понять должен. Обычно это люди, которые на 55-м и выше уровнях. Также, если у вас есть возможность купить Сиоль, то покупайте Сиоль. Почему? Потому что Сиоль дает плюс 10 тысяч ремесла ко всем ремеслам. Плюс 10 тысяч очков опыта для ремесел. То есть копать вы будете быстрее. И прокачка ваша будет тоже гораздо быстрее. Никакой кирки, ничего покупать вам не надо в магазине. То есть здесь с самого первого уровня вы можете спокойно копать роду. Для этого вам ничего не надо, кроме очков работы. Вот. Наверное, это все, что я хотел сказать из того, что нам надо. Давайте перейдем же к практике. Для того, чтобы по дешевке мы получали эместную репутацию, за эместную репутацию покупается множество вещей. Если у вас есть по имени подписка, то вы можете поставить себе пугало или дом и выращивать специфические растения, которые покупаются как раз-таки за эти эместные очки. Сейчас на ролике я показываю, как зайти в этот магазин, либо же найти торговца соответствующего. Обычно он есть в крупных городах, либо же на центральных площадях у Запада и Востока, где собираются все представители консорциума. Так, там у вас надо будет при возможности приобрести перчатки консорциума. Почему перчатки? Потому что они дают плюс. Вроде 5, да, 5000 очков горнорудного дела. Очень полезно для новичков. Итого, смотрите, покупаем Сиоль, ну, можете не покупать Сиоль и перчатки. И это у нас 15000 очков. Это очень хорошо для всех новичков. В принципе, у меня сейчас 20000 очков. То есть, спокойно. Ну, у меня нет Сиоли, понимаете. Так бы у меня уже было 35000. Вот. Также, как все-таки получить эти очки местной репутации? Подходим к Нуи. Это Нуи, это статую, у которой вы воскрешаетесь и можете у менять специализацию. Принимаем 3 квеста. Первый квест у нас потратить 500 очков работы. То есть, ну, копая руду, вы эти очки работы потратите, ну, за минут 30, так точно. И получаете 900 и местная репутация. Второй квест, это получить 2500 и местная репутация. То есть, у нас квест, как бы, зависит от других вот этот. 2500 и местная репутация. И местная репутация дается из-за копания руды, из-за выполнения квеста. И третий квест, это конверт. Вы получаете за... ну, за квест. Вы открываете его, вы выбираете из трех конвертов. В этом конверте лежат три конверта, из которых вы выбираете, что вам лучше, в принципе, взять. Так как я собираю яблоки, я беру свежевыжатый сок, потому что мне это легче, у меня есть уже ресурсы к этому. И из-за этого квеста мы получаем 900 и местная репутация. Очень дешево, мало затратно. То есть, все эти ингредиенты стоят, ну, 5 голды максимум. Ну, 5 голды легко набить, в принципе. Таким образом, у нас спокойно накапливается 2500 очков работы за пару часов. За 2 часа вы точно это накопите. Выполняя вот эти квесты, у вас 900 плюс 900, 1800. И еще вы копаете, получается, местная репутация. То есть, у вас все будет хорошо в этом плане. Так, теперь я покажу, сколько за час можно примерно плюс-минус накопать. Буду честен. Я копал тут не час, копал я минут 45. Ну, потому что потом мне этот уже как-то это надоело, и я пошел на свою грядку. Ну, в принципе, сейчас на ролике вы будете видеть демонстрацию того, как копается это все. В принципе, ничего сложно нажимать на F около руды. Есть, конечно, неизвестная руда, и там нужен вроде второй уровень горнородного дела, но пока на этом не заморачивайтесь. Вы просто не сможете ее копать. Ничего такого страшного не произойдет. Ну, и заранее говорю вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, до скорых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok